Всем добрый вечер! Я Александр Сёмочкин. К пятнице мы подготовили всё самое лучшее. Смотрите сегодня в тележурнале. Косметические процедуры. Безболезненные и безоперационные. Поговорим о новейших технологиях в области эстетической косметологии. Премьера фильма – громкая связь для поклонников творчества квартета. И картина станет неожиданностью. Актёры не только впервые снились в кино не под собственными именами, но и полностью сменили амплуа. Пейсли, кушнир, мюли – модный словарь для чайников или как не оказаться в дураках, используя популярное слово. К пятнице мы подготовили для вас всё самое лучшее. Во вторник, 12 февраля, на два дня раньше официального старта, в Самаре был презентован новый фильм от квартета «И» – громкая связь. Картина является российской адаптацией европейского комедийного хита «Идеальные незнакомцы», права на ремейк которого были раскуплены в самые разные страны по всему миру. В нашем городе первыми увидеть новый шедевр квартета и смогли поклонники радиостанции «Русское радио» и телеканала «Терра-360 Самара». На предпремьерном показе побывала и наша съёмочная группа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляете себе, какое количество людей разошлось, вот просто прочитав телефоны друг друга? Я чист. Ты да. Ева, я тебя умоляю. Мы всё, говорят, друг друга знаем. Какие секреты? Тогда давайте сыграем в одну игру. Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают играть. Нужно зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге. Новый проект «Квартета И» выходит на большие экраны. «Громкая связь» — это ремейк итальянского хита «Идеальные незнакомцы». Для отечественной версии шутки и финал переписали полностью, поэтому зрители ожидали сюрпризы. Первыми на премьеру картины уже по традиции смогли попасть друзья и партнёры Терры. Многие из них уже давно знакомы с творчеством «Квартета И». В принципе, все фильмы смотрели, очень интересно, потому что, насколько мы знаем, это последний фильм в их... Поэтому с таким шли прям не терпением посмотреть, как это всё закончится. Жизненный фильм, очень интересно. Мы примерно представляем про что. То есть это какие-то там тайны, по пары, и они будут это дело обсуждать. Спасибо за то, что приглашают, за сотрудничество. Ну и, в принципе, приятно работать с коллективом, компанией Терры. «Квартеты», конечно же, да, все фильмы достаточно таким истандартным юмором, поэтому с нетерпением ждём просмотра. Очень интересно. Очень приятно, что обратный вот этот вот момент, когда не только мы заказываем рекламу, как рекламодателя, но и когда нас тоже приглашают на какие-то такие маленькие праздники. Это очень приятно. Перед показом фильма диджей по традиции разыграл призы от радиостанции. Чтобы их получить, собравшимся, нужно было ответить на вопросы о творчестве актёров, снявшихся в фильме. Новое слово в науке о красоте женского тела – аппаратное омоложение лица. Пусть не так плохо накопленный опыт наших предков, но наука шагнула далеко вперёд с тех пор. Теперь на помощь женщинам приходят умные аппараты, способные снова вернуть ей хорошее настроение и уверенность в своей неотразимости. Быть красивой женщина хочет всегда. Своими секретами, как оставаться прекрасной, поделились жительницы Самары. Первое – это выспаться. Самое быстрое – это можно поулыбаться. С утра холодный душ и небольшая масочка на лицо. В силе натуральных масок, уверена и Юлия, ей часто приходится бывать на светских мероприятиях, поэтому в запасе всегда пара рецептов, как быстро придать лицу свежий и отдохнувший вид. Желток нужно растереть вместе с мёдом и добавить сюда же чайную ложку масла. Если времени заехать домой перед вечером нет, на помощь всегда придут профессионалы. Именно им свой цветущий внешний вид доверяет Светлана. Я считаю, что в наш век развития именно декоративной косметики, в наш век большого количества профессионалов, непосредственно работающих в этом салоне, девочки высокого уровня профессионалов, можно буквально за полчаса выглядеть всегда прекрасной, свежей, отдохнувшей. Создать модный и уникальный образ, подходящий именно вам, быстро и качественно, могут только настоящие профессионалы индустрии красоты. Они всегда в курсе самых свежих трендов и маленьких хитростей макияжа. Сейчас очень актуально использование разных текстур макияжа. Это матовая текстура, глянцевая текстура, светящаяся. И она даёт многогранность и изюминку макияжу. И макияж выглядит по-новому, как-то по-особенному. Ну а тем, кто хочет сохранить свою молодость естественным способом на долгие годы, на помощь приходит современная технология. Уникальная методика термомагнитного омоложения – это воздействие магнита и радиочастотный лифтинг. С помощью этого аппарата происходит разглаживание морщин, лифтинг кожи, уменьшаются внешние признаки целлюлита. Мгновенного волшебного похудения никто не обещает, а вот почувствовать тонус кожи лица, например, можно уже после первой процедуры. Клиент на данной процедуре находится в состоянии, наверное, релаксации, потому что процедура совершенно безболезненная, приятная. Долгое время эта технология использовалась только в столичных клиниках. Я вот впервые испытала на себе его действия. После того, как процедура закончилась, я тут же отзвонилась Анжелике Владимировне и сказала, что такой аппарат нужно брать в Самаре до этого времени такого аппарата не было. Если это пробная процедура, то есть делается половина лица, то это сразу видно. То есть идет сравнительная характеристика, и сразу видно, насколько подтянулся подбородок, либо это глаза, либо там еще что-то. К слову, начало зимы и поздняя осень – самое подходящее время для пилинга и обновления кожи. Специалисты рекомендуют обращаться к аппаратным методикам, чтобы эффект был более глубоким и долговременным. Так же, как и любой профессиональный бариста понимает, о чем идет речь, если клиент, ошибаясь, вместо эспрессо говорит экспрессо, так и человек, интересующийся модой на базовом уровне, должен хоть примерно знать, что такое капсульная и круизная коллекция. И нет, последняя создается не для поездок на море. Если вы уже окончательно запутались, то давайте распутываться вместе. Я хотел бы с вами поговорить насчет модных слов. Я вам задам вопрос. Два слова из мира моды. Одни слова действительно существуют, а другие слова мы придумали. Пейсли. Не знаю. Ну, если даже к моде, то я пока не в курсе. По моей роду деятельности я таких терминов не встречаю. Ну, потому что я не знаю. Какой-то аксессуар. Нет? Не знаю. Ну, давайте скажу, что не относится к миру моды. Мне так кажется, что это аксессуар. Да. Педестриан. Вот отстала, видимо. Немножко застеснялась, поэтому относится. Слово педестриан относится к моде. А что это может быть? Современная, элегантная, возможно, какая-нибудь капсульная коллекция. Возможно, что-то имитированные выпуски. Возможно, что-то имитированные выпуски. Возможно, что-то имитированные выпуски. Слово кушнир. Видимо, я недостаточно подготовлена. Кушнир. Что-то с головой. Убор головной, возможно, нет? Из одежды. Кушнир? Да. А тогда пейсли? Тоже. Видите, я не угадала. Ну, почти. Ну, а слово мюли вам говорит о что-нибудь? Это обувь такая. Ну, думаю, да. Что такое воздушная? Мюли – это замечательная женская обувь. А без... С открытой пяткой? С открытой пяткой – это сабо. Да это я знаю. Ну, может, на шнурках и закрытой пяткой. Металлическим носком, что ли, таким. Нет, мы уже фантазируем. Мне бы хотелось что-нибудь сравно такое элегантное. Пусть это, может быть, из каблука эта обувь, но такая красивая. И из капсульной коллекции. Спасибо большое. На коллекции. На этом все. Хотите знать больше, чаще? Заходите на наш сайт. Теркотера.ру. Там можно посмотреть все эфиры программы. Всю неделю доступен онлайн на сайте и в социальных группах Терры. Пишите. До встречи на следующей неделе. Реклама 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 Редактор субтитров А.Семкин